да привет майкл привет всем ну во первых я думаю что цивилизации мая ацтеков инков атлантиды и тех же египтян там и каких-то других да они не исчезли они просто перетекли другим другие национальности или как бы сказать другие народы то есть те кто остался просто сама культура как таковая она получается их них народов она как бы осталось вот в таком вот варианте на уровне пирамид и рисунка который мы видим да но если судить по ощущениям от того места где ты сейчас находишься существует принцип что да кто-то перерождается основная масса народа до или остается зависать на каком-то уровне но если учесть что это так давно было то я склонна думать и ощущать что в том месте присутствуют духи или души умерших давно очень давно это кто еще сохраняет культуру и традиции этих народов на уровне хотя бы чтобы их не забыли то есть это могут быть души жрецов шаманов которые сопровождали все свое там жизнь об обрядах до проводили и уйдя допустим из жизни они как таковые остались как охранники всего того наследия что является там в данном случае народы ацтеки майи да там инки то есть они бы до сих пор являются уже душами этих самых учений которые остались вот у меня в пирамидах зданиях там на той земле так сказать и мы можем ощущать или видеть даже состояние этих людей которые до сих пор еще проживают свои какие-то жизненные моменты но уже в современном мире но на уровне астрального мира здесь существует принцип реинкарнирования еще и на иногда люди современного плана да допустим находя какой-то предмет из прошлого неважно там раскопки ли это или допустим антикварная вещь иногда или что-то там допустим открытки старые но вообще все что связано с прошлым мы иногда окунаемся каждый в принципе в те или иные моменты своих реинкарнаций и по большей мере археологи обычно туда идут и которые энергетические и реинкарнационно заложено у них данной реинкарнации поиск себя в прошлом через вот эти какие-то предметы ну если человек не экстрасенс и он не понимает этого то он просто механически все это берет и у него как на уровне подсознания идет укладка материала от того предмет который он раскопал допустим вот я думаю что существует души умерших того времени которые еще не переинкарнировались и они до сих пор проживают моменты на астральном уровне каких-то событий которые допустим там происходит до сих пор у них настра астрально то есть мы их можем не видеть там также могут жениться разводиться жить вместе какие-то поселки то есть но это все астрально это мы сквозь них можем проходить до допустим находясь в этой стране то есть это как бы параллельный мир почему я думаю что в какой-то степени это идет как наложение на наш мир жизнь некоторых сущностей которые не переинкарнировались тело человека вот зависли том своем этапе режим ожидания жизни той которой они вот жили много веков там назад вот они так и зависли вот они до сих пор так и находятся там у них нету времени у них нету того времени как у нас они так не ощущают для них это просто ну как за как застывшая этап жизни вот в чем они себя осознали в том они могут там находиться много времени по земным меркам археологи находя предмет они соответственно могут считывать эту информацию если опять же хотеть чей был предмет там и бывает что если мумии находят допустим да то души тех кто привязан к этому телу как мумии они по сути потом не уходят они висят над тем пространством куда эту мумию перенесли то есть если взять институты египта да но не института вот археологический музей да я бы сказала с учетом еще проклятия фараонов да и гробниц вот этих вот достаточно стрёмно находиться там потому что по сути как бы незримое наблюдение умерших египтян да которые завязаны были с телами которые там лежат мумифицированы они все равно присутствуют то есть на следующую реинкарнацию эти люди могли не уйти понимаешь опять же это не все то есть это есть те которые уши на перерождение и просто часть и григора их души она витает около вот этих мумий да есть те кто все-таки плотно остался именно около своих тел своих предметов даже каких-то предметах меньше скорее всего связано с мумифицированными телами недаром же говорили что на алтае нашли ту же принцессу да и буддисты очень ну как бы все были против они хотели и захоронить принцессу алтая называют почему потому что ее раскопали начались какие-то катаклизмы и суд даже в россии был между музеем и учеными между учеными и шаманами потому что буддийское вот это сообщество но потребовал похоронить эту принцессу алтая потому что она сохраняла покой энергетически всего алтая представляешь да то есть тоже очень интересно они потревожили ее у нас же ученые это я считаю в некоторой области в некоторой степени это такие мародеры в чем-то понимаешь им надо разобрать на запчасти все это исследовать вроде бы для науки а с стороны иногда есть вещи которые нельзя тревожить вот насчет атлантов кстати я считаю и вот моим ощущением что атланты они продолжились в русской ну во многих нациях но по большей мере это именно та самая тартария которая потом была также уничтожена кстати и я склонна думать что как раз вот эта китайская стена которая на самом деле стеной к китаю а внутренней стороной к россии находятся да как раз это и была стена тартарий да поэтому я не думаю что атланты исчезли они просто каким-то образом смогли переплыть там спастись кто-то смог спастись когда их материк стал тонуть от всяких рисе военных действий вот и просто часть людей кто спасся они ушли в другие национальности в другие народы чтобы отдать и дали как раз может быть те знания которые знали атланты хорошо но получается эти сущности они с нами общаются каким-то образом они на нас влияют и соответственным образом мы на них влияем если мы тревожим так сказать спокойно этих уже ну так сказать для нас усопших давным-давно мумий скелетов и так далее мы можем на них абсолютно но мы можем предметные люди то есть живые люди они могут только общаться с умершими это по желанию умерших то есть по сути мы не можем наша цивилизация не может иметь влияние на потусторонний мир и достаточно строго идет отсечение любой лишней информации из потустороннего мира предметной то есть как бы хотя вот ванга говорила что придет время когда но мертвы встанут живыми это был бессмертный полк до который по всему миру сейчас поднялся но я склонна думать что она имела ввиду придет время когда души умерших станут рядом живыми это тоже сейчас происходит потому что если взять события на украине то там идет наложение событий двадцатого века это семнадцатый год 14 и 17 год и 1941 43 до когда там были фашисты то есть сейчас души тех кто погиб в то время там на украине продолжает свою войну и в живых в живых это является вот таким вот продолжением бойни между живыми то есть по сути это старое выяснение отношений между мертвыми касается живых то есть потусторонний мир может влиять с недоработанностью своих моментов так как люди не отпущены ушли до в чем-то они могут влиять на состояние мира живых и чем больше наша цивилизация думает что есть только рай и ад и жизнь на этом заканчивается тем хуже нашей цивилизации потому что существенное влияние потусторонних душ потустороннего мира на реальный предметный мир земли он присутствует и существуют люди которые уме умерли допустим и является как бы стражами того мира они охраняют какие-то позиции предметного мира на уровне астрала и и любое нарушение живым человеком каких-то задачи ну не задачи законов до гармонизации термических тут же идет возвратным ударом те же катаклизмы те же какие-то автокатастрофы да то есть ведь не случайно это бывает тоже где-то на дорогах бывают такие дороги где очень странные события происходят то есть здесь вот именно происходит момент сцепки потустороннего мира и живого и если допустим нашего цивилизация уважительно относилась к умершим наверное изучала бы эту тему серьезней и была бы культура поведения какая-то да по отношению к потустороннему да и что после этого происходит тогда бы люди ценили жизнь по-другому люди бы меньше делали дурных поступков потому что все это идет потом потусторонний мир для человека умершего и он потом отвечает за все свои деяния на уровне около предметного астрала то есть там происходит именно тот ад или рай для каждого живущего предмет надо в своем теле то есть вот культура должна быть введена культура общечеловеческая светская такая нерелигиозная именно светская мораль по связи с потусторонностью потому что это на самом деле научно обоснованный уже факт что это есть но к сожалению у нас цивилизация такое ощущение что хуже чем варвары это конечно мы не можем только догадываться существует такое предположение не знаю какая-то такая неофициальная статистика о том что на каждого живущего на земле человека приходится порядка семи тысяч вот этих самых духов мы часто слышим такое слово привидение является ли дух привидением если в этом какая-то разница между духом или привидением ну привидение это тот же дух но сконцентрировано в определенном участке предметного мира это может быть дом дача это может быть дворец как какой-то то есть это может быть военное сооружение где до сих пор души умерших как привидение находится да как бы они не могут оставить пост как-то вот то есть привидение это сконцентрированный участок души духа бывшего в прошлой жизни допустим каким-то человеком который остался на той опорной точке осознания себя предметного мира которую не смог оставить кстати домовые это тоже души умерших которые определенную службу несут в определенном помещениях да как бы это люди которые допустим так или иначе зацепили себя с тем или иным домом да это не просто там какая-то сущность непонятная да то есть там тоже есть иерархичность отработка чего-либо понимаешь обычно кстати в домового может уйти ну как бы душа служить домовым назовем это так может уйти душа которая халатно относилась к своему дому живя там в семье и потом идет как некий элемент отработки на уровне домового несколько лет или веков даже в каком-то доме или в какой-то квартире ну в квартире не веков а лет но все равно это тоже присутствует вообще еще тоже интересно вот сейчас новостройки у нас строят в россии да да и скорее всего по всему миру к этому такое отношение иногда строит на земле где были раньше кладбище и вот у нас был случай у меня была клиент такая в электростали построили тут как бы дом построили на плохом месте я не знаю что там раньше было как бы этот вопрос не поднимала но мне вот клиентка рассказывал что что-то там было связано то ли с кладбищем то ли с какими-то такими вещами и по сути в этом доме достаточно сложная энергетика то есть постоянно кто-то проходит сквозь стены какие-то души она прям это видел но она такая продвинутая эзотерически было астрально видела и вот какой-то момент времени если взять многие новостройки непонятно на чем их иногда строят я уж молчу про то как их строят но в какой-то момент времени если построили на плохом месте то есть либо это перекресток да допустим какое-то бывшее прошло либо это могилы старые либо это даже животное захоронение до какое-то потом все вот что было захоронено или какие события там происходили это все имеет отпечаток накладываемый на то строение на тот дом многоэтажные на тех людей которые будут в этом жить представляешь да потому что у нас у власть имущих у людей кто имеет доступ к деньгам к власти у них отсутствует отсутствует морально этические нормы как бы тебе сказать определенного эзотерического плана понимаешь то есть эти люди полностью предметные их интересуют только деньги и для них это тупое вложение средств это как некий оборот они не думают о том на чем они строят им позволь они из всего хорошего сделает построить что-то потом им неважно в чем будут жить люди то есть пока опять же такие люди у власти соответственно отсюда все проблемы на земле потому что майкл связь конечно ну я бы сказал что это обычное разделение для популистское такое на самом деле существует астральный ментальный план предметная около предметной вот существует низшая часть эгрегора до которой при выходе в астрал человек когда выходит то она остается в теле да то есть за счет этого как бы в тело нельзя зайти кому-либо до или какой-то сущности то есть это низшая часть души человека она защищает определенное земное тело от астральных нападений вот выходит в астрал обычно сгусток человека да но якобы нибудь час эту тему распространять то есть в принципе душа человека как можно так назвать это астральный ментальный план да в принципе совмещенный он как раз вот это идет на выход в астрал для осознания себя там каких-то астральных широтах вот но там вообще очень много подразделений получается все это делится и просто это тоже на нужно другая передача будет на эту тему в какой-то степени просто вот эти три разделения то что ты сказал это как раз связано ну с популистским таким популярным общепринятым сведением о том что в нас присутствует может если особенно это в прошлом был известный человек человек то фантом его тело до известного того в прошлой реинкарнации он может появляться почитать отели или вот таким образом как вот еще сказал он может появляться это дух и ты можешь учусь но будет такой легкий развоплощенный сама душа по сути будет рождена уже в тело и человек будет расти да там но часть его души вот именно про с прошлого воплощения она будет все равно гулять о остатком прошлое реинкарнации так как его будут помнить этого человека существует опять же такие духи я думаю что даже родившись в какое-то тело ну пусть это будет не очень известный какой-то человек для развития опять же себя часть его души будет все равно присутствовать где-то сам человек развиваться будет в теле и брать опыт того что берет этот дух бродя там астрально где-то кстати такое бывает состояние но опять же я не знал не знавал таких людей потому что это достаточно сильный уровень осознанности должен быть чтобы человек брала информацию от дух своего какого-то до который ходит там бродит отдельно связь какой-то вот иметь я думаю что это какое-то вот такое бывает воплощение да у людей по большей мере я склонна верить что это бывает именно у известных людей которые оставили след исторический какой-то и они могут ходить вот как вольф мессинг да как джуна именно даже родившись где-то допустим они все равно могут ходить в том воплощении как вот мы их знали понимаешь было есть у меня такой человек сейчас у человека достаточно серьезная проблема то есть и прежде всего очень много вопросов эзотерического плана такой человек продвинутый в этом плане вот и как бы я наверное с ней часа наверное ну два наверное или три работала сейчас не вспомнила часа три я работала с ней вот потому что я с каждому человеку я даю тот уровень информации который нужно то есть если это человек допустим пришел ему только надо на бытовом уровне что-то решить то соответственно этот сеанс он более короток да есть это приходит человеку которую много внутренних вопросов то обычно я начинаю доставать из своего сознания такие темы которые в принципе даже я наверное и не знала что они может быть у меня есть то есть я начинаю отвечать на вопрос человека по сути в обучающей форме но обычно это бывает именно когда человек вот эзотерически хочет что-то знать то есть у человека много вопросов он не понимает что у него происходит и соответственно я устанавливаю сознание человека эти понятия и человек до легче воспринимает лучше происходит у него цепь событий я работаю по сеансово поэтому через там промежутки времени у меня сеансы через месяц через два через три обычно идут каждый раз для каждого по-разному вот и я уже еще раз работаю с человеком смотрю что я сняла что изменилось мы смотрим кто проявился кого надо отвести кого надо наоборот там улучшить ситуацию подснять что то ну то есть как бы это работа не одного конечно сеанса но в любом случае у человека твуфу но ситуация в самом сознании стала получше то есть человек стал себя лучше ощущать да оба ним я в принципе очертила там и личная ситуация и все-таки вопросы именно по самому себе то есть человек хотел именно понять свое какое-то предназначение свои какие-то вопросы касаемые по роду там что рода касалась да там в общем это такая вот более интимная тема я бы сказала я не очень имею права рассказывать подробности просто об историях людей но касалась именно вот развитие себя ну проблема в личной жизни до у человека были и веса начала искал свой путь какое-то предназначение в жизнь но вообще как бы тут 50 на 50 очень много зависит от самого человека от того что было причиной этой болезни то есть то есть все равно медицину нас лечит уже следствие не причину да вот это нужно человеку над собой работать потому что с учетом опять же найти специалисты который бы может быть мог снять ту причину которая привела к болезни и опять же это нужно как целительские сеансы какие-то проводить опять же да руками там вот иногда лечит до уцелители ты знаешь да вот ну если относительно меня сказать то я лечу как бы я работаю с разными людьми у меня разные приходят но понимаешь тут все равно я рекомендую всегда не только вот что только ко мне пришли да там обязательно пусть сеансово я таких людей посылаю в медицину чтобы люди делали может быть мрт узи то есть потому что мне нужно знать насколько что изменилось человек это есть и я задача на именно целительские делаю какие-то услуги оказываю здравительные практики да то я соответственно как бы снимает от негатив обязательно люди все равно соответствуют себя с врачами там ходят какие-то лекарства принимает там я всегда советую обращаться к траволечению да то есть это целительская практика тоже очень хорошая причем отвар и трав они не работают как таблетка сразу выпил все прошло отвар и трав надо пить именно грамотно заваривая обязательно вот с той установочкой по серебристой энергии что я давала только тут вы закладываете от чего вы пьете эту траву да когда завариваете и пропивать надо курсами какими-то то есть чтобы не было того же привыкание к одному и тому же сбору трав да и обязательно лучше делать сборы трав вот и это лечение идет опять же на более дольше то есть ты как бы потому что травы они все-таки дают именно лечит эту причину которая приводит к каким-то болезням ну естественно я снимаю негатив и опять же то есть это комплекс такой мер но прежде всего тут должно быть еще сам человек да есть люди которые хотят чтобы помахали волшебной палочкой все вылечилось и есть люди которые любят находиться в своих болячках они к ним привыкли и сколько с такого человека не снимай это очень сложно да то есть хоть танцуй но человек если тянет все обратно к себе то сложно да есть люди которые не выполняют установок вот я сталкивалась с такими людьми то есть вот я объясняю несколько установок на сеансе я объясняю что это нужно обязательно делать потому что ну иначе говорю даже вот допустим метод обратного мышления отработка виртуально плохих каких-то страхов моментов да то есть если вы будете думать о хорошем все время да там а плохое тут же забывать да то по сути будет выстраиваться не хороший путь а плохое потому что плохое она более сильным по ощущениям у человека у любого и забытая плохая мысль она просто материализуется как бы ты хорошо не думал то есть здесь нужно именно метод обратного мышления как я его изобрела да вот так для себя и сейчас предлагаю людям то есть если ты что-то боишься то это надо виртуально несколько раз отрабатывать да а хорошее надо подумать и забыть да надо держаться за плюсовые моменты в жизни потому что очень многие кстати почему болеть начинают то человек начинает погружаться в сам принцип этой болезни и в итоге получается что вытянуть такого человека закольцованного на каком-то своем проблеме а проблемы не только предметно там тело болит или какая-то заболеваемость у человека прежде всего значит душа больная то есть там что-то проблема психологии до психологический человек проблемный то есть это надо уже работать со знанием человека менять опорные точки и вот здесь нужно чтобы сам человек хотел этого чтобы сам человек цеплялся работал над собой те эти установки которые ему дают чтобы он тоже их выполнял понимаешь потому что если человек будет думать вот-вот не там и ему это поможет ему это поможет а внутри отбрасывать прямо скажем будет момент своей смерти ну да там или еще чего-то то у него материализуется именно фатальный конец да они то что на самом деле он бы хотел здесь нужно работать с мыслями работать со своим сознанием потому что либо это будет фатально действительно уход и переход другой реинкарнацию и тогда надо свою душу тоже к этому кстати подготовить куда дальше он пойдет либо все-таки можно изменить ситуацию и в этом же теле восстановив себя продолжать дальше но опять же любая болезнь приводит к тому что человеку это говорит что надо что-то менять в жизни то есть нужно нужно пересмотреть свои взгляды на жизнь человек как-то не так жил и кстати насчет питания опять же вернувшись если продуктам что мы сейчас едим по сути это все приводит человечество тоже каким-то проблемам опять же если взять тоже мясо которые люди сейчас безумно едят в таком бешеном количестве раньше так это и не елось да как забиваются эти животные что закладывается как низшая часть эгрегора страхи животных это мясо и люди это все едят понимаешь почему такая зверелая сейчас ситуация в мире люди кидаются друг на друга понимаешь это все равно что съесть мясо бешеной коровы только бешеные не в прямом смысле болезнь бешенства именно в принципе бешенство от эмоций слез и пережитых при кончине животного то есть неграмотно это делается с животными люди все это едят это также уходит на откладывается как негатив потом на заболеваемость тех или иных органов ну да это уже культура культура некая есть так вот как это самое я например с говядиной свинины полностью слезла да то есть я не ем это принципиально и у меня нет тяги к этому типу мяса я просто иногда действительно не могу вот без мяса так как я не полный вегетарианец вот я могу есть курицу да хотя тоже это прямо скажем живое существо такое но абсолютно вот есть вещи когда человек не может без этого это какая-то вот тоже отработка идет но вот тяжелое мясо я не могу есть там понимаешь вот более таких осознанных животных тем пока майкл пока